С каждым днём конфиденциальности и приватности в интернете становится всё меньше. Технологические гиганты вставляют свои преприитарные зонды всё глубже, в грязных намерениях, преступной слежке и контроля за населением. Тем не менее, светлые умы, в чьих сердцах ещё горит огонь сопротивления, беспокоят интересный вопрос, возможно ли использовать популярные мессенджеры и приложения совершенно анонимно и без риска для их конфиденциальности. И именно об этом и пойдёт сегодняшний ролик. В качестве примера, давайте поэкспериментируем с мессенджером Telegram. Однако, в процессе данного видео, я думаю вы убедитесь, что подобные манипуляции справедливо можно применить и для всех остальных приложений, социальных сетей и даже некоторых сайтов. Тоже, как всегда, всё начинается с регистрации. И как известно, все мессенджеры, стремящиеся к назиданию системы контроля, будь то Telegram, Signal или тот же WhatsApp, требуют от вас указания номера телефона и принятия SMS-подтверждения. Наша задача – получить SMS, при этом не афишируя ни свою личность, ни местонахождение, так как все эти данные могут быть использованы различными недоброжелателями. Есть несколько сим-карт у вашей страны, но зарегистрированную не на ваши данные. Этот способ до сих пор остаётся популярным у маленьких любителей анонимности, однако в нём прослеживается ряд существенных минусов. Если мессенджер предоставит данные о вашем номере, а сервис подконтрольной коммерческой корпорации рано или поздно предоставит эту информацию недоброжелателям, вместе с ним станет известно время и место, откуда вы приняли то же самое SMS-подтверждение, как и данные EMA с сотового телефона, в который вставлял оставили иная сим-карта. Что предполагает, что для сохранения анонимности нам необходимо использовать отдельный одноразовый телефон и делать это на территории никак с вами не связанной и не под прицелом камер большого брата, доступ к которым может получить любой желающий. Кроме того, если вы используете сим-карту страны СНГ, то зная полную безалайберность и продажность операторов сотовой связи, совершенно любой человек, хоть немного разбирающийся в социальной инженерии, может сделать дубликат вашей сим-карты. И вместе с этим получить доступ ко всем вашим аккаунтам, сервисам и перепискам. К слову, в частности, если речь идет о Телеграме, многие наивно полагают, что установка пароля двухфакторной аутентификации защитит их аккаунт в случае компрометации сим-карты. Однако забывают, что любой, у кого есть доступ к вашему номеру, может при желании просто удалить ваш аккаунт без каких-либо паролей, а вместе с ним вы как раз потеряете много критически важных для вас данных, доступ к управлению различными группами или каналами. Второй же способ, это если у вас есть сим-карта, зарегистрированная, конечно же, не на вас и из страны с более свободным режимом, желательно в стране, где популяризируется тема приватности и конфиденциальности. Тут недоброжелателям уже будет сложнее получить доступ к сим-карте, клонировать ее или выяснить место активации, конечно же и при том условии, что вы не находитесь в это время в роуминге и вас не обслуживает отечественный оператор. Однако данный вариант зачастую сложнее, так как требует либо личного перемещения в другую страну, либо поиск людей в другой стране, которые могут поспособствовать данному мероприятию. Третий способ, использование бесплатных виртуальных сим-карт. Есть множество сервисов, по типу TextNow, SaveUm и им подобным. С помощью них вы можете получить бесплатный виртуальный номер телефона и на него уже принять смс. Однако и тут не все так гладко, как бы хотелось. Во-первых, сами сервисы могут препятствовать анонимному их использованию, насаждать различные капчи и устраивать дополнительные проверки, а также препятствовать посещению их из анонимной сети Тор. Во-вторых, месседжеры из социальной сети, как правило, ведут базу данных подобных номеров и препятствуют регистрации через подобные системы. И тот же Telegram как раз не исключение. В-третьих, рано или поздно ваш бесплатный виртуальный номер передадут кому-то другому, а значит и ваш аккаунт может оказаться в зоне риска, уже повыше упомянутым причинам. Четвертый же способ – это покупка виртуальной сим-карты. Достаточно ввести запрос в поисковую систему, и вам выдаст несколько десятков сервисов, предоставляющие подобные услуги, как аренды определенных номеров, так и одноразового использования для регистрации. Цены могут быть различные, как от выбираемого сервиса, так и от страны, к которой привязан виртуальный номер. Как правило, я не встречал случаев, что данные виртуальные номера продавались дважды, или передавались еще кому-то. Однако зачастую подобные компании тесно сотрудничают с недоброжелателями, и по соответствующим запросам предоставят любую информацию о вас, начиная от IP-адреса, отпечатков браузера или способов оплаты, что предполагает дополнительные риски и сложности с анонимной оплатой. Помимо того, на большинстве таких сервисов с нового года введен запрет на использование виртуальных сим для активации киви-кошельков или веб-мани-аккаунтов. Однако не все так плохо, и в процессе своих интернет-прогулок я даже нашел сервисы, которые предоставляют номера для любых нужд с возможностью оплаты в анонимной криптовалюте Манера, а сам сервис находится в онион-домене внутри Даркнет-сети Тор. Способ пусть и не дешевый, но на мой взгляд самый эффективный и самый безопасный. Следующее дело это непосредственно регистрация. Главное, что нужно помнить, это то, что ваше соединение должно быть анонимным, а следовательно это предполагает использование анонимных сетей. Однако коммерческим корпорациям зла совершенно не нравится, что мы с вами используем, к примеру, ту же сеть Тор для регистрации. Так, например, тот же Телеграм массово блокирует своих пользователей, если они регистрируются с IP-адресов выходных узлов Тор. В таком случае самая простая и дешевая связка это использование VPN Тор ВПН, который можно просто реализовать посредством операционной системы Хуникс, устанавливая VPN на вашу хост-систему и на Хуникс Workstation. Первый VPN служит для сокрытия от нашего провайдера и недоброжелателей использования шлюза сети Тор, а также для препятствия тайминг-атаки. Сеть Тор, в свою очередь, служит для запутывания нашего трафика и его анонимизации. После того, как мы провернули весь этот акт с регистрацией, я бы рекомендовал вам на месяц оставить ваш аккаунт в покое, так как зачастую именно в первый месяц коммерческие корпорации больше всего присматриваются к аккаунту и ищут нестандартное поведение в виде частой смены IP-адресов или массовых рассылок и блокируют подобные аккаунты. А тот же Телеграм делает это без объяснения каких-либо причин. Что важно учитывать дальше? Все ваши никнеймы, имена, статусы никуда не удаляются и навечно привязываются к закреплённому за вами ID, а в дальнейшем и отслеживаются, как и каталогизируются. Потому и не стоит их как-либо связывать со своей истинной личностью. Не стоит с подобных аккаунтов вступать в переписки с вашими коллегами или близкими, так как всё это создаёт дополнительные риски для вашей конфиденциальности. Не используйте данный аккаунт где-то за пределами операционной системы HUNIX. Помните, что даже отправленная кем-то для вас ссылка может содержать специальный скрипт для сбора информации о вас в вашем устройстве или в вашем местоположении. Ну а также помните и об этичности самого устройства и кост-операционной системы. Как стоит помнить и о звуковых маячках, которые используются спецслужбами для кросс-девайс трекинга. А потому не располагайте рядом со своим ноутбуком или компьютером неэтичных мобильных телефонов. Тому собой, всё это может показаться кому-то излишне сложным для простого использования мессенджера, ведения групп и пабликов. Тем не менее, вся эта сложность, а во многом и дороговизна, образуется как раз из-за того, что коммерческие корпорации зла хотят вас идентифицировать, контролировать, насаждать вам свою власть и порядки. Увы, несмотря на очевидные вещи, большинство населения до сих пор, по непонятной для меня причине, не использует свободные децентрализованные средства связи вроде того же Джаббер или протокола Матрикс. Даже после преступных действий корпорации зла WhatsApp, которая промышляет цифровым брекетом и требует от пользователей данные под угрозой блокировок. Эти самые пользователи почему-то перепрыгнули опять в подконтрольные корпорации зла Сигнал и Телегон. А для повседневной переписки с вашими родными и близкими, популяризируйте свободные системы с открытым исходным кодом, возможностью собственного шифрования и децентрализованными серверами.